Владимир Путин уже в 16-й раз выступал перед обеими палатами парламента, но традиционно на мероприятия приглашены еще и члены правительства, главы Конституционного и Верховного судов, общественные деятели, руководители регионов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также присутствовал в зале во время выступления президента. Основное внимание в своей речи Владимир Путин уделил демографической ситуации в стране. Так, глава государства предложил уже с этого года предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть, действительно, со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан, чтобы они могли всё оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующий государственный портал. В каждом субъекте Федерации, как я уже сказал, доходы могут разниться. И выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума, 5,5 тысяч. Но это не всё. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система. И если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг. И будем выплачивать со следующего года, уже целиком, в регионах, в каждом регионе по-разному, будем выплачивать полный ПМ. Это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разные. Но примерно в среднем это будет 11 тысяч на ребёнка в месяц. Но и это не единственное нововведение. Глава государства попросил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. Такая система заработает с 1 сентября в тех регионах, где есть необходимая инфраструктура. В Краснодарском крае работа в этом направлении уже ведётся. Например, дети из малоимущих семей уже получают за счёт бюджета горячее питание с 1 по 4 классы. Семьи живут у нас в конкретных регионах, в том числе и в Краснодарском крае. Конечно, бесплатное питание для детей начальной школы. Это очень важное направление сегодня для того, чтобы на самом деле детки росли здоровыми. Сегодня алгоритм, который нам позволит достигать результаты, обозначен президентом. Главное найти конкретные механизмы там, где конкретно живут люди, которые позволят нам достигнуть этих самых результатов. У нас есть для этого всё – и возможности, и желания. Тезисы, изложенные в послании президента, по сути, это конкретные поручения для законодательной и исполнительной ветви власти. Во многом их решения возлагаются на регионы. В Краснодарском крае многие из поставленных задач решают реализации национальных проектов.